Галину Цинамт Звришвили Галину Цинамт Звришвили Галину Цинамт Звришвили Галину Цинамт Звришвили И я начинаю расследование. Что на самом деле происходит на грани жизни и смерти? Голос мне сказал еще, что у меня давно родится дочь. Что можно увидеть по ту сторону жизни? Ад – это некая сковородка, на которой чертю заряд грешников масли. И для чего люди возвращаются с того света? Я осознала, что я уже не живу, но я понимаю, что я еще думаю и чувствую. Почему те, кто очнулся от литургического сна, уверены в существовании потустороннего мира? Полное впечатление, что ты отрываешь из земли и куда-то улетаешь. И уникальный эксперимент программы. Нам удалось зафиксировать процесс исхода духовной сущности. Тайны мира на грани жизни и смерти. Я раскрою все тайны. Считается, что во время клинической смерти человек видит загробный мир. Ежегодно тысячи людей переживают это состояние. Но по статистике, только 15-20% из них могут вспомнить, что именно видели. От чего это зависит? И существует ли потусторонний мир на самом деле? Жизнь после смерти. Этот вопрос волновал людей во все времена. Согласно древним поверьям, смерть – это сон, от которого невозможно проснуться. Древние племена южноамериканских индейцев верили, что душа человека покидает тело во время сна и отправляется в невиданные путешествия. К утру она возвращается, и человек пробуждается ото сна. В племенах бразильских и гвианских индейцев даже было запрещено будить человека во время сна. А вдруг его душа не успеет вернуться? Тогда тело останется без нее, то есть человек умрет. Древние индейцы рисовали душу, как некое облако пара, которое покидает тело после смерти. Но куда она отправляется? Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок. Еще сильнее сдавило ему дыхание. Он провалился в дыру, и там в конце дыры засветилось что-то. Страха никакого не было. Вместо смерти был свет. Это отрывок из рассказа Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Он был написан в 1886 году. Описание предсмертной огонь и главного героя до мельчайших подробностей совпадает с ощущениями внетелесного существования. Так врачи называют видение тех, кто пережил клиническую смерть. Но откуда Толстой мог об этом знать? До 20 века никаких запротоколированных свидетельств о путешествии на тот свет практически не было. В чем же дело? Раньше на вопрос, что нас ждет после смерти, казалось бы, невозможно было ответить. Точнее, на него мог ответить только тот, кто побывал на том свете. Но ведь никто еще не возвращался оттуда. В старые времена, ну скажем, когда еще не было совершенных методов реанимации, массажа сердца, дефибрилляции, дыхания искусственного, ну, состояние клинической смерти обычно заканчивалось смертью биологической. Клиническая смерть – это остановка сердца. Фактически, остановка кровообращения. Если его нет, значит нет дыхания. А нет дыхания – нет насыщения кислородом различных органов, в том числе и головного мозга. А без кислорода он может функционировать лишь несколько минут. В 5 минут столько в среднем длится клиническая смерть. Столько времени человек находится на грани жизни и смерти. Казалось бы, всего 5 минут. Но именно за это время решается, где останется человек. В нашем мире или за его пределами. В 20 веке с развитием реанимационной медицины стало возможным вывести пациента из состояния клинической смерти. Люди стали рассказывать, что видели в те мгновения, когда находились практически за чертой жизни. Передо мной летели на таком расстоянии, сантиметров 20 от земли, 5 фигур. Я совершенно точно знала, что там 2 женщины и 3 мужчин. Причем фигуры летели ко мне спиной в серебристых таких балдахинах. И у меня естественное желание, которое у меня возникло, присоединиться к ней. В это время врачи в операционной пытались вернуть Галину к жизни. Но времени на реанимацию оставалось все меньше. Они понимали, еще минута, и девушка идет в иной мир навсегда. Наша задача – создать минимальный, хотя бы минимальный доставок кислорода головному мозгу во время проведения реанимационных мероприятий. Галине повезло. Так ей потом скажут врачи. Ее сердце снова забилось. Но женщина уверяет, она вернулась к жизни только потому, что ей приказали это сделать. Зазвучал голос, очень мягкий мужской голос, который мне сказал, тебе рано, ты не должна этого делать, ты должна вернуться на землю. Сказал еще, что у меня должна родиться дочь, и дочь родилась через полтора года. Тогда Галина не придала значения пророческим словам того голоса. Но на шестом месяце беременности у женщины отказали почки. Когда врачи повезли Галину в реанимацию, она была спокойна. Несмотря на то, что по прогнозам медиков, шансов на спасение жизни самой женщины, а тем более ребенка, не было никаких. Она же маленькая родилась, шести сунь месяцев. Она же вот такого у меня на ладошке, вернее, у жены на ладошке лежала. Вот так ручки свисали и ножки связали. А сама вот поместилась сюда. Это моя подруга, это ее муж, это тоже подруга. До клинической смерти Галина Цинам-Дзвришвили работала бухгалтером, а после неожиданно для всех взялась за кисть. Я до сих пор несу свою миссию, потому что мне показывают, что я жила неправильно некоторыми событиями, что работая на госслужбе, это было не мое место. С тех пор Галина не боится смерти. Она видела, что бывает после нее, и уверяет, иной мир прекрасен. Ты летишь по этому коридору, тоннелю, трубе, и состояние напряжения в тебе, а когда все распахивается, наступает блаженство. То счастье, которого нам всем не хватает. Все религии повествуют о загробном мире. Самое древнее упоминание о Рае относится к третьему веку нашей эры. В сказании о христианской мученице Святой Перпетюе Рай впервые описывается как прекрасный сад с дивными цветами и птицами. Но откуда взялись эти представления? Возможно, суждение о загробном мире имеет под собой реальную почву. Элизабет Тейлор незадолго до смерти сказала «Я не боюсь умирать. Там прекрасно». В возрасте 76 лет, за три года до смерти, актриса пережила клиническую смерть. Ее сердце не билось четыре минуты. Когда врачи вернули Тейлор в сознание, первыми ее словами были «Я видела ангелов. Это самое чудесное, что могло быть со мной». Позже актриса рассказала. Она побывала в чудесном месте, где природа не похожа на земную, где с небес льется свет, а вокруг ходят ангелы в светлых одеждах. Я расстрою все тайны. Полет по темному туннелю. Яркий свет впереди. Тысячи людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий описывают одно и то же. Самое удивительное, что даже слепые от рождения люди в состоянии клинической смерти видят яркий свет. Как это объяснить? Врачи заверяют, клиническая смерть – это чистая физиология. И там ничего нет. Ну, какая жизнь не может быть после смерти? Наша жизнь после смерти, она воплощается в наши идеи, наши мечты, они воплощаются в наших детях. Но как тогда объяснить одни и те же видения, повторяющиеся у всех, кто пережил клиническую смерть? Например, полет по туннелю, который видит каждый второй из них. Офтальмологи описывают это, и неврологи, и психиатры описывают это так называемое туннельное зрение, когда ограничивается это поле зрения. Поэтому это вполне подпадает под то, что известно в клинике. Врачи объясняют, при нехватке кислорода первыми начинают отмирать зрительные нервы, причём в определённом порядке. Туннельное зрение именно потому, что нервы эти... И сетчатка начинает умирать снаружи к центру, и, соответственно, зоны, которые воспринимают сигналы, полученные уже в головном мозге, они тоже умирают не одновременно. То есть наше зрение, как бы сужается, затемняется со всех сторон, и в итоге остаётся только небольшой участок света впереди. Отсюда и образ туннеля с ярким светом в конце. Объясняют врачи и ощущения полёта. По их словам, всё это следствие наркоза. Во время анестезии на центральную нервную систему действуют специальные лекарства, например, кетамин. Из-за этого возникает нарушение работы вестибулярного анализатора. Он попросту перестаёт обрабатывать поступающие к нему сигналы. ТОННЕЦ То есть человек не понимает своё положение в пространстве, где вверх, где низ. Эти ощущения похожи на те, что испытывают космонавты после тренировок на центрифугах. Так, например, для того, чтобы почувствовать ощущение полёта несколько минут, достаточно покрутиться на одном месте. Почему такое термин, беру, улетел? Да? Почему? А потому что вот такое полное впечатление, что ты отрываешься в земле и куда-то улетаешь. Я, как психиатр и как психолог, считаю, что клиническая смерть очень близко подходит по ощущениям и переживаниям с общим наркозом. Но как быть с введениями людей, впавших в клиническую смерть в результате несчастных случаев? Аварий, катастроф, когда никаких лекарств не вводилось? Их свидетельства о загробной жизни никак нельзя объяснить действием наркоза. А они видели то же самое, что и пациенты на операционном столе. Похоже, не всё так однозначно. Андрей Дидюхин-Троицкий пережил клиническую смерть после того, как его избили в арабской тюрьме. В 99-м году Андрей работал в Арабских Эмиратах, занимался торговлей. В очередной раз он закупил партию товара, но его подвели партнёры по бизнесу, не перевели обещанный платёж. Местные полицейские не стали особенно разбираться, кто прав, кто виноват, и отправили Андрея в тюрьму. Закамерники постоянно устраивали драки. Однажды Андрея избили до потери сознания. Где он потом оказался, мужчина не может объяснить. Но в том, что это был другой мир, Андрей уверен на 100%. Яркий свет и нирвана. Нирвана словами не передать. Блаженство. И потом, вот самое неприятное, это возврат в нашу действительность. Очнулся Андрей спустя два дня после драки. Всё это время в госпитале врачи пытались привести Андрея в сознание, но он будто сопротивлялся их попыткам. Было общение с ушедшими родственниками, друзьями. Бессловесные, интеллектуальные. И очень много информации было получено в эти минуты. Учёные и врачи не спешат верить таким свидетельствам. В состоянии клинической смерти очень много, на мой взгляд, надуманного и индуцированного. Потому что никто точно не знает, что происходит. Наш мозг состоит из миллионов слоёв, состоящих из клеток, которые накладываются один на другой. Процесс умирания мозга из-за непоступления в него кислорода чем-то напоминает обыкновенную чистку капусты. Те слои, которые появились недавно, отвечают за последние воспоминания. Далее начинают отмирать более старые структуры и так до самой кочерыжки. Но если вовремя вернуть человека к жизни, происходит восстановление структур мозга, только в обратном порядке. В начале мы видим себя в детстве, потом в юности и так далее, до самых последних воспоминаний. Этим и объясняется то, что многие пережившие клиническую смерть говорят, будто вся жизнь пролетела перед глазами. Но что конкретно происходит и в каком темпе и поэтапности, мы до сих пор этого сказать не можем. И это одна из причин, по которой само по себе явление смерти, оно является очень малоизучимым. Есть такие видения, которые врачи объяснить не в силах. Ведь люди на грани жизни и смерти видят не только свет и райские кущи, но и настоящий ад. Известный факт. Михаил Булгаков в 1918 году пережил клиническую смерть. Передозировка морфия. Его застала жена. Он лежал на полу совершенно бездыханным. Позже жена вспоминала. Я несколько минут не могла привести Мишу в чувство. Когда Булгаков наконец очнулся, он зашептал жене. Я видел его. Такого высокого в черном костюме. Он рассказал мне потрясающую историю. Я должен написать про это. Супруга писателя подумала, что муж бредит. Он же врач, а не писатель. Но именно после этого случая Михаил Булгаков оставил прибыльную практику земского врача и занялся литературой. Через 22 года он закончил главный роман своей жизни «Мастер и Маргарита». Был неимоверный жар. Как будто я стою посередине огромного костра. А самое страшное вокруг крики, стоны. Втонулы. Йенс Крастев, болгарский журналист, приехал в Россию к друзьям отпраздновать Новый год. В аэропорту Йенс познакомился с очаровательной девушкой Ириной. И она сказала, что пригласила его вместе с нами отмечать Новый год. Клуб, где молодые люди встречали Новый год, Йенс приехал на роскошной иномарке. Взял в аренду, хотел покрасоваться перед Ирой. После вечеринки Йенс решил проводить Иру домой. Молодые люди хотели вызвать такси, но машину обещали подать только через два часа. Тогда Йенс решил сам довезти Иру до дома. Мы все отговаривали его, говорили, что не стоит садиться за руль в пьяном виде. Эта поездка стала последней для Ирины. Я не знаю, как все случилось, не понимаю, как я свернул с дороги. Вроде ехал нормально и вдруг столб перед глазами. Затормозить я просто не успел, только руль вывернул влево. И помню удар и дикий крик Иры. Потом я очнулся уже в больнице. Ирина погибла, а Йенс пережил клиническую смерть. А потом чувствую, что мне легко я будто парю, вижу, как будто я лечу в темноте и впереди свет. И вот я уже долетел до него, но в следующий момент будто падаю в пропасть. И вот уже света нет, темно и жарко. Я чувствую, будто рядом с огромным костром жар неимоверный, хотя огня самого не видно и какой-то стон, крик со всех сторон. Почему одни люди в момент клинической смерти видят рай, а другие ад? Такие видения врачи не в силах объяснить действиями никаких лекарств. Ад существует на самом деле. 22 года назад это доказали советские ученые. Советские геологи записали голоса ада. В 1989 году такие заголовки были на первых полосах всех газет мира. Речь шла о сверхглубокой бурильной установке на Кольском полуострове, которая на глубине 9,5 тысяч метров добурилась до ада. В конце 70-х советское правительство решило установить рекорд пробурить самую глубокую скважину в мире. Могли пробурить до 15 тысяч метров, так как было запланировано. Но после 10 лет бурения все работы неожиданно были прекращены. Бурильная установка до сих пор стоит заброшенной в тайге. Что же случилось в 1989 году? Почему геологи спешно покинули Кольский полуостров? Тогда геологи пробурили 9,5 тысяч метров. Как говорит руководитель проекта Давид Губерман, каждый пробуренный метр был открытием. 9,5 тысяч метров была вот такая порода, вот такая называется габра. Вот 3500 метров. Вот это луна. Это стало настоящей сенсацией. Из глубин Земли ученые подняли грунт, абсолютно идентичный лунному. И обнаружилось, что лунный грунт, как две капли воды, похож на наши породы. Ученых ждало еще не одно открытие. Например, выяснилось, что температура в недрах Земли гораздо выше, чем предполагалось. Оказались живые организмы при огромной температуре. Как это могло быть? Но геологи не предполагали, с чем им придется столкнуться, когда бур доберется до отметки в 9,5 тысяч метров. Позже газеты цитировали советских геологов. Бур вдруг свизгом провалился в пустоту на жуткой глубине. Температура была за 200 градусов. Но самое страшное, что микрофон записал какие-то жуткие звуки. в них явно слышны человеческие крики и стоны. Неужели ад действительно существует? Я расстрою все тайны. В христианстве рай – это прекрасный сад, место общения с ангелами и душами святых. Рай в исламе более плотский и материальный. Там все получают то, о чем мечтали при жизни. Красивых женщин, дорогие одежды, изысканные напитки. В буддийском раю праведная душа завершает цель воплощений, попадает в нирвану и пребывает там вместе с Буддой. В этом смысле клиническую смерть можно рассматривать как шанс на покаяние. Один на грани жизни и смерти видит свет и блага, а другой ужасы. И это уверены священники не просто так. Мы сами взращиваем с отоптной души. Вот если там только чертополох, только какие-то паразиты в нашей душе, тогда эта зачерпивавшая душа становится уже здесь в земной жизни для нас пространством смерти. Многих людей опыт смерти клинической подводит к тому, что надо переосмыслить жизнь, переоценить ее. В состоянии клинической смерти электроэнцефалограмма показывает отсутствие активности большей части мозга. Поэтому, говорят ученые, человек не может ничего видеть, потому что его мозг находится, грубо говоря, в нерабочем состоянии. А раз он не функционирует, то и сознание тоже. Получается человеку просто нечем запоминать какие-то видения. Получается, сознание находится не в мозге. Оно существует отдельно и, соответственно, не умирает вместе с ним. В религиях это сознание зовется душой. Ученые не раз пытались документально доказать существование души. Первым был доктор Дункан МакДугл. В 1906 году он провел ряд экспериментов по изучению изменения веса тела в момент смерти. Он предположил, что душа человека имеет вес. И когда она покидает физическое тело, то его вес должен уменьшиться. то есть разница в весе тела до смерти и после смерти это и есть вес самой души. По результатам опытов МакДугала этот вес колеблется от 12 до 45 грамм. Но где именно пребывает душа до расставания с телом? душа всякого тела есть кровь его. Так говорится в Ветхом Завете. Восточные религии указывают на солнечное сплетение. Вот и русское слово живот раньше означало жизнь. Эскимосы верили место расположения души шея. Вместилищем души служили даже уши. Так думали например жители древнего Вавилона. Но наиболее подробно о перемещении души в теле человека рассказывают тибетские астрологи. Они сочинили порядок перемещения души в теле человека в различные дни месяца. Так в первый день душа находится в больших пальцах ног, в десятой в области лопаток, а в двадцать восьмой в лодыжке. И почти нигде нет упоминания о голове как вместилище души. Где собственно и находится мозг. Мне всегда подорожили мысли, что происходит в процессе и после смерти. То есть насколько лечение этой физиологической активности быстро задухает. Нам удалось зафиксировать процесс исхода духовной сущности. Профессор из Санкт-Петербурга, доктор технических наук Константин Коротков уверяет, то, что называется душой, на самом деле есть не что иное, как информационная энергия. И он создал прибор, который видит эту энергию, так называемую ауру, в виде свечения. Помещается объект, пальчик, листочек в электрическое поле. Значит, за счет этого поля объект начинает испускать электроны и фотоны. Они усиливаются в газовом разряде. И вот это усиленное свечение, оно уже регистрируется оптическими вазицами. Вот как выглядит прибор Короткова в действии. Небольшой чемоданчик. Сбоку круглый выступ. Именно он считывает ауру человека. Нужно лишь только положить на него руку. Дальше аппарат считывает показания человека и моделирует свечение. По этому свечению можно определить психологическое состояние человека, выявить скрытые болезни. Профессор замерял энергию и у неживых людей. В 1992 году был организован уникальный эксперимент. Вместе со студентами физических факультетов Коротков в течение полугода фиксировал изменение свечения ауры у людей после смерти. Это кадры того самого эксперимента. Руку умершего человека помещают на прибор газоразрядной визуализации. Через несколько секунд на мониторе компьютера отображается аура человека. На следующий день рука умершего снова кладется на специальный аппарат и на экране видно свечение стало еле заметным. На третий день эксперимента оно исчезло совсем. В процессе смерти не происходит мгновенного изменения этого свечения. Происходит плавный переход который занимает определенное время. То есть это как правило 3-4 дня. Иногда бывает больше 5-6 7-8. Мертвые тела находясь в переходном состоянии открывают канал который связывает наш мир с миром иной реальности. Таков вывод Короткова. Вся энергия человека постепенно переходит в другой мир. Но куда именно? На этот вопрос нет однозначного ответа. А может быть еще есть многое чего мы не знаем. Что есть какое-то всеобщее всемирное вселенческое сознание. Ваше сознание частью этого вселенческого сознания. Я расстрою все тайны. трудно поверить, что еще несколько лет назад Гаяне Джаниэкян попадала мимо нот. А сегодня Гаяне известная оперная певица. Все изменилось после того, как она пережила клиническую смерть. Это случилось во время родов. Неожиданно сердце Гаяне остановилось. Есть жизнь после смерти. Я осознала, что я уже не живу, но я понимаю, что я еще думаю и чувствую. Ни туннелей с ярким светом, ни ангелов, ни демонов Гаяне не видела, но отчетливо чувствовала, что с ней что-то происходит, что-то меняется. И все это было под некую особенную музыку. Огромные колокола. Их вибрация необыкновенно долгая, очень красивая. От этой вибрации вся твоя сущность вибрирует. И от этого колокольного звона становится необычайно приятно. Необычайно приятно. И это ни с какой приятностью не сравнить то, что на земле. Но выход с того света дался Гаене нелегко. Она пробыла в состоянии клинической смерти пять минут. Критическое время. Женщине пришлось заново учиться говорить. Естественно, что многие слова я не могла вспомнить, я не могла вспомнить буквы. Ну, скажем, произошло как бы вот омертвление каких-то частей памяти. Но самое удивительное случилось позже. Восстановившись после клинической смерти, Гаене отправилась в церковь при древнем армянском монастыре, чтобы помолиться. Она зашла в храм и вдруг почувствовала, что все вокруг наполнено необыкновенным звучанием. Камни, окружающие церковь горы. Гаене захотелось воспроизвести эти звуки. Я хочу подчеркнуть, что пересмотрев, она не откуда-то взяла это, а у нее все это вот было в душе, и просто открылись двери ее молитвы. И таких примеров немало. Почему пережившие клиническую смерть начинают делать то, чего не делали раньше? Может, они действительно побывали в другом мире? Их новые способности это щедрый дар с того света. Функции головного мозга, структуры головного мозга, а самое главное, его деятельность, так же, как я могу сравнить только деятельность вселенной, она практически не ученые говорят, сильный стресс, такой, как клиническая смерть, может привести в действие скрытые резервы организма. Физиологи объясняют это так. В момент остановки сердца одни клетки мозга умирают, но при возвращении к жизни на их месте рождаются новые. Возможно, эта новая ткань и приводит к сверх активации всего мозга. Может быть, за счет этого у человека и появляются новые способности. сегодня Рашид Минапов известный на всю Казань целитель. Этот дар открылся у него после того, как он побывал в литаргическом сне. Десять лет назад тогда еще механик Минапов чинил неисправный комбайн. Неожиданно от него отскочила пружина и ударила мужчину по голове. Сознание потерял над своей телой летаю. Над своей телой летаю, к нему неохотно. И потом куда-то опять летаю, и не жарко, и не холодно. очнулся Минапов завернутый в саван посреди мечети в тот момент, когда родные прощались с его телом по мусульманским обычаям. Я потихонечку вставать начал. Руку отминул, что-то упал, сидели старухой. Сразу они перепугали. Оказывается, его чуть не похоронили заживо. С момента, когда медработник констатировала смерть мужчины, до его шокирующего воскресения прошло около суток. Официальная медицина по сей день не может ответить на вопрос, что же именно случилось с Минаповым. Но не только дыхание критерием смерти является, да? Там пульс, зрачки, кожные покровы, пульс на сонной артерии, пульс на периферии. Если нет нигде пульса, то никак мы не можем признать его живым. В прессе постоянно появляются сообщения о том, что люди очнулись от литургического сна спустя 5, 10, а то и 20 лет. Это длительное состояние, похожее на глубокий сон, во время которого приостанавливаются все процессы жизнедеятельности. Недаром это называют мнимой смертью. Ведь в таком состоянии, когда даже врачи фиксируют смерть, человека запросто можно похоронить заживо. По легенде, таким образом погиб Николай Гоголь. Писатель при жизни страдал тафифобией, страхом погребения заживо. В 1839 году он перенес малярийный энцефалит и стал подвержен обморокам с последующим продолжительным сном. Поэтому писатель патологически боялся, что во время этого состояния его могут принять за умершего. Версия насчет литургического сна возникла после эксгумации писателя. Ее провели в 1931 году, когда было решено перехоронить писателя на Новодевичьем кладбище. Позже свидетели процедуры рассказали, что обивка гроба изнутри была изорвана и исцарапана. И в самом гробу лежал скелет неестественно скрученный с повернутым набок черепом. Это и стало поводом думать о том, что писателя похоронили заживо. Самые разные идеи высказываются. Начиная от того, что когда бросали гроб, понимаете, он мог просто перевернуться там, да? Там правда говорили, что вроде еще, так сказать, что-то царапался. Впрочем, специалисты уверяют, никакого литургического сна не существует. Это сейчас расценивается как коматозное состояние, которое связано или с травмами мозга, или с инсультами, или с какими-то инфекционными заболеваниями. Но вот в том понимании литургического сна, как спящая красавица, что человек заснул и просто спит, а через какое-то время взял, просто глаза открыл и проснулся. Веселый, здоровый, да, и замечательно, все хорошо. Нет такого. То, что мы привыкли называть литургическим сном, на самом деле одно из проявлений коматозного состояния. Это почти то же самое, что клиническая смерть. Человек без сознания, нет реакции на внешние раздражители, но сердце работает. В отличие от клинической смерти, кома может затянуться на годы. Кто в конечном итоге выйдет из комы, это неизвестно. Это всегда большая загадка. Случаи есть, когда с выходом из комы все становится нормально, человек восстанавливается практически полностью, а есть случаи, когда люди не выходят из комы вообще. Выдающийся советский конструктор, академик Аркадий Шипунов говорил, математически доказано, что за пределами физического мира существует еще более сложно организованный волновой мир. Об этом же говорил и Эйнштейн. Он называл другой мир тонким и противопоставлял нашему материальному. По мнению ученых, эти два мира существуют рядом, почти пересекаясь, но при жизни мы не в состоянии увидеть этот мир. Я раскрою все тайны. Может быть, частота колебаний параллельного мира гораздо выше, чем та, которую мы можем воспринимать. Точно так же мы не можем разглядеть лопасти работающего вентилятора. Пока он не остановится. Так и другой мир. Мы можем познать его, только умерев. В том другом мире не существует незнания. По крайней мере, так говорят те, кто побывал там. Очень много ответов получил на вопросы. И тут вспомните, я сейчас уже затрудняюсь, какие. Но ответы давались варианты. Если я один не мог найти ответ в прошлую сознательную жизнь, то здесь ситуация, как картинка, и десяток правильных ответов на выбор. Выбираешь, вот она, ситуация разрешается. Очень изящно и логично. Пока одни ученые бьются над загадкой клинической смерти, другие пытаются найти ей практическое применение. Доктор Хазан Алам из госпиталя Массачусетса заявил, что пациенты, которым грозит смертельная опасность, скоро могут быть помещены в состояние клинической смерти искусственно. В этом случае медики могли бы спокойно в течение многих часов проводить хирургическую операцию, чтобы спасти пациента, пока он находится в этом искусственно вызванном состоянии на границе между жизнью и смертью. Алам предлагает при такой операции выкачивать всю кровь из пациентов, а чтоб ткани не погибли без кислорода, сильно охлаждать их. По завершении операции останется только закачать подогретую кровь обратно, а сердце запустить. Сенсация о советских бурильщиках, которые якобы записали звуки ада, оказалась розыгрышем. Статью о голосе ада первой напечатала финская газета о минусости. Уже потом новость перепечатали все газеты мира. Но дело в том, что тот номер финской газеты вышел в местный день дурака 1 мая, фольклорный финский праздник, аналогичный русскому 1 апреля. Но шутка настолько прочно вошла в умы людей, что бурильщикам приходится объясняться по этому поводу до сих пор. Ну придумал, умный человек, придумал такое и она пошла по всему миру. Что такое открытие, которое мы закрываем и до сих пор. А как же запись звуков из ада? Мы дали послушать ее Давиду Мироновичу. Вердикт ученого однозначен. Эта запись современная подделка. Всем кончится невероятно. Это всегда так было. Я это наверное будет. Возможно прав был древнегреческий философ Эпикур, когда говорил смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы живы, смерти еще нет. Когда она приходит, то нас уже нет. Только пятая часть пациентов, переживших клиническую смерть, могут вспомнить, что видели во время нее. По одной из версий, все эти люди страдают нарколепсией. Такие больные могут одновременно находиться в состоянии и сна, и бодрствования. Им может казаться, что они не спят, а на самом деле на какое-то время они отключаются, при этом находясь в ясном сознании. Во время таких отключек люди даже видят сны и принимают их за ясь. Нарколепсией страдает один человек из двух тысяч. Именно у стольких людей, предположили ученые, есть шанс увидеть загробный мир при клинической смерти. Не доказать реальность жизни после смерти, не опровергнуть возможность такую, никто не может. Нет данных для того. Никто оттуда на самом деле не возвращался. Священники говорят, неважно видят что-либо люди во время клинической смерти или нет. Главное извлечь из этого опыта правильный урок. Ведь фактически таким образом Бог дает нам второй шанс на жизнь. Вот эти руки приближаются к смерти, какие-то вещи становятся прозрачнее и понятнее ему. И вот этим объясняется то, что человек часто возвращается сюда, чтобы исполнить некое свое призвание, для которого он пришел в этот мир. есть ли жизнь после смерти? Мы можем лишь верить, догадываться или фантазировать об этом. Смерть, так же, как и рождение, каждый переживает индивидуально и никогда не сможет поведать о ней. Это так и останется вечной загадкой бытия. Продолжение следует...